В наших мероприятиях традиционно принимают участие представители секретариата Шанхайской организации сотрудничества, российских министерств и ведомств, депутатов Государственной Думы, а также представители региональных органов власти и руководители крупнейших общественных организаций. В нынешний юбилейный для организации год можно смело констатировать, что на сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества значительно увеличила свое влияние на пространство Евразии. ШОС признается эффективным механизмом многостороннего сотрудничества. Организация прочно утвердилась на мировой арене в качестве авторитетной межгосударственной структуры. В условиях серьезных изменений в международной и региональной обстановке она зарекомендовала себя как эффективный механизм сотрудничества. За минувшие годы создана солидная договорно-правовая база, налажена работа институтов взаимодействия, стабильно функционируют структурные органы, обеспечивается последовательное расширение и углубление взаимодействия в различных направлениях. Юбилейный ташкентский саммит ШОС убедительно подтвердил, что эта организация будет последовательно и решительно идти по пути реализации стратегии развития ШОС до 2025 года. Одной из ключевых и активных ролей в процессе наращивания потенциала организации и укрепления ее роли в международных и региональных делах играет Российская Федерация, которая рассматривает взаимодействие в рамках ШОС в качестве одного из приоритетов своей внешней политики. С каждым годом возрастает инфраструктурный потенциал ШОС. Идет процесс оформления полноправного участия Индии и Сакистана, который планируется завершить к саммиту глав государств участников в 2017 году в Астане. Белоруссия получила статус государства-наблюдателя. Все больше стран проявляют интерес к ШОС и выражают желание устанавливать с ней партнерские связи. Так, в сентябре 2015 года был подписан меморандум о предоставлении Королевству Камбоджа статуса партнера по диалогу. В марте текущего года соответствующие меморандумы подписаны с Азербайджаном, Непалом, а в апреле с Арменией. Обсуждается возможное вступление Ирана. И в этом вопросе Россия поддерживает стремление Ирана стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Подобное расширение полностью соответствует шанхайскому духу, поскольку прием новых членов и дальнейшее углубление сотрудничества с государственными наблюдателями и партнерами по диалогу имеет важнейшее значение для развития организации. Россия способствует повышению ее авторитета, расширяет возможности для решения наиболее острых вопросов обеспечения безопасности на пространстве ШОС, стимулирования экономического развития, расширения межрегионального и приграничного сотрудничества и, конечно, развития гуманитарных инициатив и проектов. Российская Федерация в данном процессе занимает последовательно конструктивную позицию. ШОС придает приоритетное значение взаимодействию с ООН и ее специализированными учреждениями, рассматривает всемирную организацию как ведущую универсальную международную структуру по поддержанию глобальной безопасности и выступает за дальнейшее укрепление центральной координирующей роли ООН в международных отношениях. Идет обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, роли и месту ШОС в региональных глобальных процессах. Идет обмен мнением между двумя организациями по актуальным вопросам международной повестки дня, роли и месту повторились. В условиях современной политической нестабильности на глобальной арене одной из наиболее острых проблем остается обеспечение безопасности на пространстве ШОС, борьба против регулярных угроз терроризма и глобального экстремизма. В процессе разработки и реализации практически значимых решений по вопросам упреждения, пресечения и нейтрализации проявлений терроризма, экстремизма и сепаратизма, а также других современных вызовов и угроз на территории стран организации особую роль играет региональная антитеррористическая структура РАЦ. РАЦ созданы механизмы регулярных совещаний на различных уровнях, разработана солидная правовая база, регламентирующая взаимодействие государств-членов обеспечения мира и стабильности в регионе. РАЦ прорабатывает пути взаимодействия и сотрудничества в борьбе с терроризмом с Японией и с Индонезией, планирует совместные антитеррористические учения России и Индии. Также РАЦ активизировала практическое взаимодействие с структурами и странами-членами ЕС в сфере борьбы с оборотом наркотиков из Афганистана. Ведется работа по подготовке проекта Конвенции ШОС по борьбе с экстремизмом, проходит обмен мнениями по вопросам совершенствования антинаркотической стратегии и программы по ее реализации, укреплению правовой базы сотрудничества в сфере информационной безопасности. За прошлый год сделан серьезный шаг вперед в развитии военного взаимодействия военных ведомств ШОС. На итоговом заседании Россия при поддержке Китая выдвинула инициативу о создании своего рода штаба, консультативного механизма военных советников при штаб-квартире ШОС. Очевидно, что более плотное взаимодействие по линии военных ведомств отвечает национальным интересам всех входящих в ШОС стран. ШОС продолжает работу по расширению взаимодействия в экономической сфере. Государство-члены ШОС обладает взаимодополняемостью экономик, а также общим интересом в торгово-экономической интеграции. Очевиден значимый и значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимной торговли и инвестиций на базе партнерских взаимовыгодных отношений. При этом актуальной является необходимость дальнейшего устранения барьеров на пути торговли, движения капиталов и рабочей силы. Необходимость углублять промышленную и технологическую кооперацию, выстраивать производственные цепочки, общую транспортную инфраструктуру. Развитие взаимодействия в области экономики, торговли и инвестиций будет не только способствовать повышению благосостояния наших народов, но и повышать конкурентоспособность экономик государственных членов ШОС, обеспечивать устойчивое экономическое развитие. Формируются новые векторы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, такие как региональные и приграничные связи, развитие торговли и инвестиций нового поколения, электронная торговля. Заинтересованность в сотрудничестве с ШОС на экономическом треке высказывают и страны Юго-Восточной Азии. Речь об этом шла в нынешнем году в Сочи на саммите Россия-Осеана. В целях стимулирования торговых и инвестиционных связей на повестке работы организации стоит вопрос скорейшего согласования вопросов по созданию и запуску банка развития и фонда развития ШОС. Такие структуры должны стать эффективным инструментом финансового сопровождения совместных экономических проектов, вовлечения предпринимательских кругов в такие проекты. Банк и фонд развития могут укрепить связи между бизнесом и инвесторами стран ШОС. Первым таким инвестиционным проектом могли бы стать проекты в сфере энергетики и использования альтернативных источников энергии. Особое внимание уделяется всемирной поддержке прямых контактов бизнесменов, усилению взаимодействия в таких секторах, как транспорт, инфраструктура, банковская, финансовая сфера. Расширение связи здесь способствует деятельность делового совета и межбанковского объединения ШОС. По инициативе Российской Федерации ведется работа по подготовке концепции усиления экономического торгового и инвестиционного сотрудничества на пространстве ШОС, которая ляжет в основу формирования стратегических рамок для всеобъемлющего, ориентированного на конкретные действия и перспективного экономического сотрудничества на пространстве ШОС. Ведется дискуссия по формированию подходов к созданию экономического партнерства на пространстве ШОС. Однако ряд стержневых проблем по-прежнему не решен. Несмотря на весь прогресс, у крупных проектов по-прежнему отсутствует инструмент совместного финансирования, а у конкретных экономических задач все так же нет конкретных планов реализации. В следствии этого решение об усилении торгового и экономического сотрудничества посредством создания экономического партнерства на пространстве ШОС, на наш взгляд, является шагом в верном направлении. Позитивную динамику показывают культурно-гуманитарные связи. Осуществляется обмен в областях науки, технологий, туризма, здравоохранения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вызывает удовлетворение, набирающее динамику гуманитарное сотрудничество в рамках организации. Среди знаковых проектов в сфере образования университет ШОС, который уже объединил в одну учебную сеть порядка 80 вузов наших стран. Планируется в ближайшее время подписание соответствующего межправительственного соглашения, регламентирующего правовой статус этого университета. Активную и позитивную роль в процессе развития гуманитарного взаимодействия играет Молодежный совет ШОС. Остановлюсь на деятельности непосредственно нашего совета. За прошедший год нами была проведена немалая работа. В плановом режиме реализуются намеченные мероприятия. В мае 2016 года успешно прошло очередное заседание Молодежного совета, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы работы организации и направления дальнейшего взаимодействия. В том числе по вопросам принятия новых членов Молодежный совет. Российская национальная часть ведет работу по подготовке третьего молодежного форума Шанхайской организации по предпринимательству и межрегиональному сотрудничеству, который мы планируем провести в первом квартале будущего года, 2017-го. Мы планируем сменить нашу традиционную площадку, обычно мы проводили его в Белокурихе, в Алтайском крае. Это был форум по предпринимательству и приграничному сотрудничеству. Но с учетом последних пожеланий, достаточно активных участников, с точки зрения логистики, с точки зрения определенной централизации, принято нами решение, согласованное с координатором России в Шанхайской организации, о том, что мы перенесем мероприятие в Подмосковье. Руководство Подмосковья горячо приветствовало эту инициативу и скорректируем повестку на тему межрегионального сотрудничества и предпринимательства. Несмотря на сложности, связанные с мировым финансово-экономическим климатом, мы движемся по пути реализации молодежной карты Шанхайской организации сотрудничества. На наш взгляд, крайне важный проект, направленный на повышение мобильности молодежи на пространстве ШОС. Сам проект представляет собой совокупность трех элементов – информационный, интернет-портал, мобильное приложение и пластиковая карта. Проект обладает широким спектром возможностей и претендует на статус инновационного отечественного продукта межгосударственного уровня. Запуск молодежной карты ШОС планируется провести в 2017 году. Я надеюсь, в ходе сегодняшнего круглого стола мы сможем поделиться актуальной информацией о различных направлениях и аспектах реализации роли Российской Федерации в деятельности ШОС и вопросах развития Шанхайской организации сотрудничества в целом с учетом участия наших партнеров-представителей Депмиссии. Желаю всем плодотворной работы и предлагаю перейти к следующему выступлению. Субтитры создавал DimaTorzok